Использование связки процедурной карты V-Ray Sky и источника света V-Ray Sun в освещении сцены. Чтобы запользовать эту связку в сцене, достаточно разместить V-Ray Sun в сцене. Система автоматически предложит разместить процедурку V-Ray Sky в слоте Environment Map. Вот мы видим, как она появилась. Недостатки этой схемы простые. Мне непонятно, допустим, да и любому новичку, кто начнет осваивать V-Ray, как выставить вообще солнце. То есть, к чему привязаться, каким образом разместить светильник, чтобы это было вечернее солнце, каким образом разместить этот светильник, чтобы это было дневное солнце. То есть, здесь все достаточно безотносительно. Поэтому, в целом, связка... В дальнейшем я покажу, как она работает. В целом, эта связка очень хорошая, очень корректная и реалистичная. Но в текущем положении вещей она не подходит, скажем так, для корректной работы. Поэтому, чтобы решить, скажем так, эту проблему, проще всего использовать Daylight System. Это простая по своей сути штука, которая делает следующее. Сперва создается ось со сторонами света. То есть, любого размера это никак не повлияет в дальнейшем. И создается источник света, привязанный к этому компасу. В дальнейшем мы этот компас можем вращать. И он, будучи привязанным... Вернее, источник света, который обрисовался здесь, будучи привязанный к компасу, позволяет нам с достаточно, скажем так, точной степенью повернуть, если нам это требуется, да, если говорить про архитектурные какие-то решения, с точным углом поворота выставить стороны света. Но перед тем, как перейти к дальнейшей настройке, нам необходимо установить V-Ray Sun в качестве основного источника света. И это делается в вкладке Sunlight. Здесь мы заменяем стандартный источник света на V-Ray Sun. Нам повторно предлагается разместить V-Ray Sky в слот Environment, но это не принципиально, потому что у нас уже есть это V-Ray Sky карта, и поэтому мы просто отказываемся от нее. В слоте Skylight нам достаточно выбрать No Skylight, чтобы не было никаких дополнительных меню. Далее, быстро сейчас, без детализации, перейду в настройку времени года, времени суток и локации. Выберу Московское время, Московское положение солнца. И здесь оставлю по дефолту. Потом мы вернемся в это меню. Перейдем к настройке экспозиции. Чтобы настроить экспозицию, я использую вкладку V-Ray Exposed Control. На текущий момент мне удобнее всего использовать Exposed Value и подбирать значения, скажем так, на глазок. Чтобы настроить экспозицию, мы запускаем рендер. И видим, что наша сцена засвечена. Чтобы подобрать точное значение экспозиции, можно воспользоваться небольшой хитростью. Мы включаем вкладку Exposure во Frame Buffer и бегунком ловим нужное нам значение. Чтобы максимально точно подобрать значение, мы можем отключить Force Color Clamping, чтобы минимизировать пересветы в самых ярких местах. Надо понимать, что у нас здесь блик от солнца, поэтому его сводить на ноль с занижением экспозиции нет смысла. Можно остановиться вот на такой цифре. Следующее наше действие следующее. Мы можем остановить рендер, включить обратно Force Color Clamping и обратно этому значению, то есть если у нас здесь стоит минус 3, то в значении Exposure Value мы ставим положительное значение 3. Все, здесь мы можем экспозицию отключить и, запустив повторно на рендер, видим, что все у нас теперь в порядке с картинкой. Кто-то задастся вопросом, зачем такие сложности, почему бы сразу не откорректировать картинку во Frame Buffer и не заморачиваться изменением экспозиции во вкладке Exposure Control. Объясню следующую вещь. V-Ray является адаптивным движком, что накладывает определенные, скажем так, не сложности, а допустим дает дополнительные возможности для оптимизации сцены. Что важно понимать, что если сцена у нас будет пересвеченная и мы будем крутить бегунок экспозиции только здесь, то есть выправляя, скажем так, пересвеченную сцену, это замедлит скорость просчета финального изображения. Потому что во Frame Buffer мы правим только картинку, то есть по сути занимаемся постобработкой. Нам же нужно сбалансировать изображение, чтобы у нас не было слишком темных пятен, потому что опять же V-Ray является адаптивным движком и он будет, скажем так, игнорировать темные участки, поскольку он понимает, там темно, там особо не видно. Можно не тратить свои силы на более детальный просчет в темных участках сцены. И когда мы будем заниматься уже постобработкой, если у нас картинка была недосвечена по экспозиции, мы неправильно взяли экспозицию, то есть недосветили, скажем так, сцену, то при постобработке все эти шумы выплывут. Если же у нас наоборот картинка будет пересвечена, это значительно может замедлить рендер. Поэтому важно найти баланс по экспозиции кадра, выбрать его и указать в V-Ray Exposure Control необходимое нам значение. Это значение будет браться во внимание и при просчете уже непосредственно движком мы получим сбалансированную по времени скорость просчета. Поэтому используйте именно такой подход, нежели чем правку экспозиции непосредственно во фреймбуфере. Можно, да, там какие-то детали уже после того, как основная ситуация поймана, можно что-то там будет подкорректировать. Теперь можно перейти непосредственно к настройке Daylight System. Вернемся в закладку Setup и немножко дам пояснение по этой закладке. Ну, первым, наперво, да, если мы, допустим, делаем какой-то архитектурный объект, привязанный к местности, логичнее всего выбрать именно эту местность. Таким образом, Солнце будет располагаться под угол, который свойственен данной местности. То есть, ну, поскольку я нахожусь в России, я выбрал самую распространенную позицию. Это город Москва. В азиатскую часть нет возможности добраться никоим образом. Но, если вам известны координаты длина и долгота, и широта, вы можете их просто вбить, и Солнце встанет именно в нужную для вас позицию. Следующий параметр немаловажный, который влияет также на угол наклона Солнца и дает более корректные результаты, нежели чем мы будем это делать на глазок. Это время года. Сейчас по дефолту стоит июнь месяц, 21 число. Это день летнего солнцестояния, когда Солнце находится в максимальной своей точке и дает максимально яркий свет. Если мы будем менять данное значение, то будем видеть, как падает, во-первых, яркость Солнца и изменяется тень. По правилам, в архитектуре, как правило, используют именно такое положение вещей, как июнь месяц, 21 число, 21-22. Ну и, соответственно, выбрать время суток и положение Солнца в это время, вернее, не время суток, а, ну да, все верно, время суток можно следующей закладкой. То есть по дефолту это полдень и, меняя нужный нам час, мы подбираем необходимое нам состояние и угол наклона Солнца. Таким образом, вы можете подготовить вашу сцену с максимальной точностью, свойственной вашей долготе и широте, и нужному времени года, и нужному времени суток. Далее я предлагаю рассмотреть основные настройки V-Ray Sun. Первая настройка – это включение-выключение Солнца. Следующая настройка – это Invisible. На что она влияет? Ну, это влияет на то, что мы будем видеть Солнечный диск на небосводе. Но поскольку для презентации данного урока я использую V-Ray RT, он не поддерживает отображение Солнечного диска на небосводе, то вам придется поверить мне на слово. В конце урока я переключусь в режим Advanced и включу вам Солнечный диск, чтобы вы убедились, что все-таки он присутствует на небосводе. Далее – Diffuse Contribution, Effect Specular и Specular Contribution. Это параметры, которые влияют на блик и на освещение грузной поверхности. То есть, по сути, дополнительная регуляция яркости Солнца в большую или меньшую сторону. Но я не рекомендую использовать эти параметры, чтобы они оставались по дефолту, потому что это может вас сбить с толку. Ну, вот, допустим, сейчас я разверну Солнце, чтобы блик был виден нам. И вернусь в настройки регулировки блика. То есть, если мы Specular Contribution увеличим, скажем так, на 5, увеличится наш Солнечный блик. И это может сбить вас с толку просто-напросто при настройке материалов в сцене. То есть, вам будет казаться блик намного больше, чем есть он на самом деле. Поэтому данные параметры я все-таки рекомендую оставлять по дефолту. Если будет в этом острая необходимость, только в последнюю очередь их крутить. Параметр Turbidity отвечает за запыленность воздуха. Параметр Ozon отвечает за теплоту солнечных лучей. То есть, при нулевом положении Солнце будет теплое. При положении 1 Солнце будет холодным. К этим параметрам Turbidity Ozon я вернусь позднее. Сейчас просто бегло расскажу основные настройки. Следующие параметры глобально влияющие на интенсивность Солнца и неба. То есть, мы можем его регулировать. Но опять же, оставляйте его по дефолту. Если вам есть необходимость изменить яркость, то крутите экспозицию. Это самое правильное решение для настройки освещения. Не усложняйте себе жизнь различными лишними настройками. Старайтесь все использовать по дефолту. Следующий параметр Size Multiplier. Он влияет на размер Солнца. То есть, если мы, допустим, поставим 10, то увидим, что тени становятся размытыми. К этому параметру я вернусь позднее. Следующий параметр Filter Color. Он дает возможность фильтрации солнечного света. Опять же, это параметр, скажем так, фейковый. И лучше его оставлять по дефолту. Там для фильтра используются различные режимы смешивания. Как прямое освещение, так и override, то есть, перекрытие. Но, опять же, оставьте это в покое. Вам это, на самом деле, в самом начале нет необходимости. Shadow BIOS. Это чисто технический параметр, который отвечает за смещение тени. Оставляйте по дефолту. Ничего у вас с него не получите. Фотон Эмит Радиус. Этот параметр нужен для расчета каустики и для расчета карты фотонов. Но, поскольку это уже по факту атовизм, никто картой фотонов не пользуется. Также можете игнорировать его. Следующая закладка Sky Model. Данная вещь нужна для выбора различных небесных моделей V-Ray. На текущий момент HowSec является самой физически корректной моделью. Поэтому я рекомендую в своей практике использовать эту модель. Но для ознакомления можно посмотреть, чем они отличаются друг от друга. Так, вернемся опять же в закладку времени. Поближе подвинем. То есть они, по сути, будут отличаться градиентными цветами переходов. И не более того. Вот эта световая модель неба Overcast. Это пасмурное небо. Но оно достаточно простая. Здесь нет никаких градиентных переходов. CIE Clear и CIE Overcast. Не знаю, как правильно по-английски произносятся эта аббревиатура и как она расшифровывается. У них есть дополнительная возможность регулировки Indirect Horizontal Illumination. То есть сила свечения небесного свода. То есть если мы сейчас подкрутим его в меньшую сторону, мы яркость уменьшим небесного света. То есть это позволяет регулировать, по сути, силу света неба. Не знаю, насколько это нужно, насколько это корректно. Но такая возможность разработчиками предоставлена. На ваше усмотрение вы можете пользоваться. По дефолту это 25000. По-моему, это значение в люксах или в люменах. Могу ошибаться. Но, опять же, работает хорошо данная модель House Egg. И рекомендую ее использовать для работы. Следующий параметр Ground Albedo. Цвет земли. Если я сейчас скрою свой плейн. Мы увидим серый оттенок земли. И это будет правильно с той точки зрения, что в основном архвизеры занимаются рендерингом квартир. И данный оттенок неба максимально корректно дает рефлекс на потолок. Поскольку серые крыши, серый асфальт. И в целом городская среда имеет сероватый оттенок. Но, если мы настраиваем домик на зеленой лужайке, есть смысл корректировки поверхности земли в зеленый оттенок. Чтобы получить именно снизу, или в нашем случае, рефлекс на потолок зеленого цвета. Параметр Blend Edge отвечает за смешивание горизонта земли с небесным сводом. То есть, по дефолту стоит там 5 с копейками. Ну, пусть он будет 5 с копейками. Горизонт Offset. Ну, это смещение линии горизонт. Опять же, если какие-то специфические задачи вам придется решать, где линия горизонта должна быть ниже. Ну, например, там, не знаю, полет на самолете. Вид с борта самолета или вертолета. Есть смысл поработать с этим, с линией горизонта. То есть, такая узкоспециальная задача. И вам это, скорее всего, может помочь. Теперь вернемся к важным, принципиально важным настройкам Солнца, которые необходимо учитывать при настройке в целом. Первый параметр Turbidity. То есть, дословно переводится как пыль. Если более глубоко рассмотреть этот параметр, он отвечает за плотность воздуха, через который проникают солнечные лучи. Чем плотнее, чем грязнее и запыленнее воздух, тем меньше лучей проникает и попадает к нам на Землю. На что этот параметр влияет? В первую очередь, данный параметр влияет на цвет неба. То есть, чем плотнее воздух, скажем так, поставим 5, тем сильнее Солнце начинает окрашивать наш небесный свод. Чем меньше этот параметр, тем чище цвет неба. Помимо всего прочего, это влияет на светотеневой контраст. Если вы обратите внимание, сейчас мы имеем достаточно явный светотеневой контраст между светом и тенью, отбрасываемой сферой. Но если мы повысим параметр тюбидити до 5, видим, как пропал контраст. Практически его не видно. И это логично, поскольку солнечные лучи задержались в запыленной атмосфере. И, соответственно, уменьшился контраст между светотенью. Другой параметр Ozone, как я и говорил, он влияет на теплоту и холодность именно Солнца. То есть, это будет, скажем так, принципиально важно в зимнее и летнее время. То есть, зимой Солнце у нас более холодное, летом Солнце более теплое. То есть, при параметре 0, мы видим, как земля окрашивается в теплые оттенки. При параметре 1 у нас земля имеет холодноватый оттенок. Вот параметр важный. И последний параметр, который вам можно крутить, Size Multiplier. На что он влияет? Но он, в первую очередь, влияет на видимость диска Солнца на небосводе. То есть, и его размеры. Если это единичка, там будет небольшая, маленькая точечка. Если мы этот параметр увеличим, то мы будем видеть больший световой диск у Солнца. Ну и, помимо всего прочего, размер светильника, как известно, влияет на размытость тени. Чем больше этот светильник, тем более размытые края упадающих теней. Как быть в случае с Солнцем? То есть, известно, что Солнце при восходе и при закате имеет больший размер. И, соответственно, тени от такого Солнца будут размытыми. Когда Солнце находится в своей наивысшей точке в полдень, тени практически не размываются. Поэтому, настраивая вечерние, утренние, дневные состояния, учитывайте этот момент. И, допустим, для вечера или утра следует выставлять больший множитель у Солнца. То есть, при положении 20 единиц мы видим, как размылась тень. Ну и, поигравшись, допустим, с параметром Turbidity, то есть, можно получить, скажем так, достаточно корректное, ну, не люблю это слово, но все-таки реалистичное состояние тени и состояние небесного свода. Вот на что следует обращать ваше внимание при настройке связки V-Ray Sky и V-Ray Sun. Параметр Turbidity, параметр Outzone и параметр Size Multiplier. Все остальное оставляйте, пожалуйста, по дефолту. Будет меньше проблем в дальнейшем. А теперь, как и обещал, сейчас давайте перейдем в Advanced режим и включим наше солнце и просчитаем, как оно будет выглядеть, когда мы наш диск видим. Она у меня, по-моему, отключена. Сейчас, секунду. Да, у меня стоит галка Invisible и мы не видим наш солнечный диск на небосводе. И как только мы отключаем эту галку, вот видим, сразу появился наш солнечный диск. Размер, повторюсь, мы регулируем параметром Size Multiplier. И чтобы завершить этот урок, мы можем сделать дополнительный эффект. Сейчас я остановлю рендер. И включить Bloom эффект и Glare эффект, который добавит дымки и лучей солнца. То есть, опять же, повторюсь, если все корректно вы настроили, то есть не крутили, никакие там множители не нужны, то у вас эффекты Glare и эффект Bloom будет работать по дефолту. То есть, тут уже можно подкрутить состояние этих эффектов на ваш вкус. Как вам, скажем так, требует художественная составляющая. И получить максимальное свечение от солнечного диска. То есть, в принципе, закатное солнце плюс-минус может выглядеть примерно так. Можно потом уже дополнительно в постобработке доработать ситуацию с контрастом. Где-то, может быть, хайлайты подсадить. Ну и побаловаться с балансом белого. Хотя это уже можно делать в других редакторах. На этом обзорный урок связки закончен. И следующая часть будет посвящена настройке освещения с использованием связки V-Ray Sun и V-Ray Sky в интерьере и возможные способы размещения тех или иных источников света и сравнения их по скорости и по качеству выдаваемого результата.